Друзья мои, всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами на тему манипуляций и рассказать вам несколько фраз, которые достаточно часто используются в ходе диалога, но по своей сути они являются одной сплошной манипуляцией. И давайте сразу договоримся, что есть человек, который произносит эти фразы, и для простоты я буду называть его манипулятор, а есть человек, который слышит эти фразы, то есть собеседник, он является человеком, которого я буду называть жертвой. Я знаю, вы не очень любите это слово, но что делайте, оно как нельзя лучше подходит именно для объяснения всей картины, потому что оно короткое, сжатое и очень ёмкое. И сразу давайте скажу так, что эти фразы работают не всегда, не везде и не со всеми. Всё очень зависит от контекста, и вообще хороший манипулятор, он хороший не потому, что он знает эти фразы, то есть он знает этот набор этих фраз, он хороший потому, что он очень легко определяет, в какой ситуации, какую фразу с каким человеком использовать. Поэтому не будем откладывать в долгий ящик и начнём. Первый вид фраз – это фразы ложного подозрения. Это такие фразы из серии «ты думаешь, я буду настаивать» или «ты думаешь, я буду тебя уговаривать», в общем, всё, что вызывает какое-то подозрение. И именно эти фразы задаются в форме вопроса, то есть это не просто утверждение, а вопрос. То есть вы провоцируете собеседника ответить вам, жертва должна ответить. Но это один сплошной блеф, потому что когда жертва начинает думать, просто слышит этот вопрос, она начинает думать, что же ответить. И в этот момент она начинает усомневаться в своей правоте и думать, что возможно манипулятор ничего такого плохого не имеет, возможно он действительно хочет что-то другое для меня донести. И в этот момент она, как правило, передумывает. Очень такой простой пример, которым часто пользуются молодые люди, когда у них, допустим, есть какая-то девушка, с которой они не хотят серьёзных отношений, просто так на несколько раз, и они как бы склоняют её к сексу. Девушка, например, говорит, что нет, нет, я ещё там не готова, я жду трамвая, вся вот не такая. Он ей говорит, ну ты думаешь, я буду настаивать? И в этот момент у неё она начинает думать, ага, может быть действительно он не будет настаивать, а если он не будет настаивать, ну он же может уйти к другой, но если он идёт к другой, то я как бы останусь ни с чем. Нет, такого быть не может, давай, короче, всё, я согласна. И манипулятор получает то, что он как бы хотел. Следующая группа фраз, это все фразы, которые ставят жертву в позицию превосходства. То есть вот есть у нас два собеседника, вот есть жертва, есть манипулятор. И мы как бы искусственно поднимаем статус жертвы. Мы находим какие-то обстоятельства, которые можно сказать, что у неё есть какое-то там преимущество. Например, это вы же начальник, вы же как бы лучше знаете, у вас такой большой опыт в этом вопросе, вы так компетентны, вы там, не знаю, у вас 5 высших образований. И жертва из своей позиции, находясь, она начинает как бы, мы то есть показываем ей, что ты немного вот повыше и возможно в этих обстоятельствах ты как бы ошибаешься. И жертва начинает пытаться сократить вот эту дистанцию, то есть она пытается опуститься и прислушаться к мнению манипулятора и скорее всего согласиться сделать то, что хочет манипулятор. Потому что она понимает, что она и так как бы в выигрыше. И то, что она согласится, то, что хочет манипулятор, как бы особо погоду не сделают. Как пример можно привести, например, муж хочет там пойти со своими друзьями в баню, у него беременная жена, и он прекрасно понимает, что она никуда его не отпустит. Тогда он приходит к ней и говорит, дорогая, любимая, ты вот у меня сейчас в таком состоянии, ты вот, у тебя гормоны, тебе хочется там любви, ласки, нежности. Но меня вот позвали в баню, поэтому я даже как бы не стал соглашаться, даже спрашивать у тебя не буду разрешения, потому что я знаю, что ты воспримешь это все неадекватно. И мне очень важно, чтобы у тебя было хорошее твое психическое состояние. Что делает беременная жена? Она понимает, что все, она как бы и так уже в выигрыше, муж ей как бы сам уже об этом сказал, то есть он показал, намекнул, ну не то, что намекнул, прямым текстом сказал. И она начинает спускаться и думает, ну я что, как бы, ну я же не истеричка, ну если он хочет отдохнуть, ну ладно, пусть идет. Все, она сравняла позицию, отпустила мужа, муж добился своего. Вот такая вот манипуляция. Можно наоборот, в ходе разговора принижать статус жертвы и как бы показывать ей, что сейчас она находится в таких обстоятельствах, когда ее решение будет не совсем компетентное. Поэтому жертва начинает сама тянуться к статусу манипулятора. Это, например, такие фразы, что ты думаешь так, как нацисты, или у тебя нет опыта в этом вопросе, или у тебя нет образования, или ты вообще блондинка. А также все фразочки там про женскую логику, например. Следующий тип манипуляции, это когда мы принижаем статус манипулятора. То есть манипулятор сам говорит, что я какой-то вот не такой, я вот какой-то вот особенный, и поэтому тебе нужно как бы послушать меня и спуститься до моего уровня. Такой тоже очень хитрый прием. И, как правило, какие это фразы? Это фразы, что да я вообще в этом не разбираюсь, я ничего не умею, мной вообще все пользуются, или мое любимое, что я очень часто использую, да я же вообще блондинка, что вы от меня хотите. Как пример, опять же, возьмем ситуацию, когда вот есть беременная жена и мужик там, который хочет пойти куда-то с друзьями в баню. Беременная жена здесь может наоборот выступить в роли манипулятора и сказать, ну я же беременная, ну вот мне плохо, вот у меня там гормоны, вот когда я рожу, тогда и пойдешь. И жертве ничего не остается, как спуститься до уровня манипулятора и принять все эти правила игры. Но также манипулятор может наоборот возвысить себя над статусом жертвы. Опять же, это не самая лучшая манипуляция и не совсем она работает, потому что никто не любит выскочек. И когда манипулятор будет говорить, что да я лучше знаю, да я более опытен, да у меня там 5 образований, у меня там стаж, я вообще просто тебя старше или хоть что, ну что-то, что делает его выше и значимее, то жертва, скорее всего, так как-то с опаской на это посмотрит. И в этом случае очень хорошо именно разновидность вот этого метода это использование сложной терминологии. То есть мы напрямую не говорим жертве, что вот я там манипулятор, я как бы вот лучше знаю. Мы говорим, мы это показываем. То есть мы говорим такие слова, от которых у жертвы просто она ничего не понимает. Мы долбим, долбим, долбим терминами. Знаете, вот в каждой специальности есть какие-то свои специфические слова. И когда вот мы встречаемся с человеком, с кем-то, мы приходим в банк, нам начинают говорить там какие-то очень сложные там рефинансирования, еще что-то, еще что-то. И человек сидит и думает, ну да, наверное, вот он грамотный, он разбирается. На самом деле это просто видимость, потому что лично я считаю, что наоборот объяснить простыми словами вот эти все сложные термины, это и есть показатель вашей компетенции. Но не все думают так, как я, и я бы сказала, большинство не думает так, как я. И поэтому, слыша какие-то очень сложные слова, мы начинаем проникаться к человеку и сами его возвышаем, то есть мы сами ставим манипулятора немного выше и начинаем как бы прислушиваться к его мнению. Ну согласитесь, все равно как бы слово «дисфункция» звучит намного лучше, чем фраза «не стоит». Однако восхвалять можно не только жертву или не только манипулятора, но также какое-то третье лицо. То есть мы находим такого человека, который является авторитетом для жертвы и приводим его мнение, которое совпадает с мнением манипулятора. Это может быть по статистике, по мнению экспертов в этой области, по мнению британских ученых, ну или самая тяжелая артиллерия – это «а что бы на это сказала твоя мама?». Следующий способ – это фраза «если честно», «давай будем честными» или «я хочу с тобой поговорить по душам». В общем, любые интерпретации фразы, которые показывают, что человек, что манипулятор вроде как самый простой, самый искренний вообще человек в этом мире, то есть вот он «я же из деревни» или что-то такое, «я же простой парень». Как только жертва слышит что-то подобное, у нее сразу выключается критическое мышление. Но человек же с ней вот сейчас хочет искренне поговорить, значит, нужно внимательно слушать, и значит, никого подвоха в этом нет, значит, как бы все прекрасно. И у нее вот отключается просто это критическое мышление. Например, парень может говорить девушке там, «Ты знаешь, вот давай будем честными, я как бы жениться на тебе не собираюсь, но вот допустим секс два раза в неделю меня бы абсолютно устроил». А девушке, например, ей там надо семью, срочно замуж, детей. И, ну, она в этот момент начинает думать, «Ага, вот он честен со мной, вот он вообще такой прекрасный человек, ну и ладно, как бы, ну сейчас два раза в неделю ему там надо секс, а потом мы все равно поженимся». И она забывает вообще о своих всех вот этих интересах, приоритетах, потому что у нее отключается в этот момент критическое мышление просто из-за одной фразы, если честно. Вообще, у меня очень жесткий иммунитет на эту фразу, потому что как только мне кто-то говорит или кто-то пишет, что, ну вот, «Давай будем честными», мне всегда хочется спросить, «А ты до этого со мной вообще был нечестен? Или у тебя разговор по душам только раз в месяц, как бы, начинается? Ты зачем мне вообще такое сейчас говоришь?» И сама я стараюсь никогда тоже не использовать в своем лексиконе эту фразу «Давай будем честными». Я всегда стараюсь быть честной. И последний на сегодня прием – это недосказанность. Смысл приема очень прост. Надо говорить как можно меньше конкретики, никаких обещаний, одна вода, вода, которую жертва интерпретирует так, как хочется именно ей. И в этом случае у манипулятора еще и остается чиста совесть. То есть он вроде как имел одно, а жертва сама себе что-то придумала, сама как бы себя накрутила, и манипулятор вообще как бы ни в чем не виноват. Очень иногда часто используется, у людей, у которых такой вот уровень ответственности вроде высокий, и поэтому им нужно как-то максимально размыть информацию, чтобы снять с себя ответственность. Опять же, как пример, женщина спрашивает там парня и говорит, слушай, дорогой, а какое у нас твое будущее ожидает? Он ей говорит, милое, прекрасное будущее, светлое, доброе и чистое. И в этой ситуации она подразумевает под светлым будущим, это то, что там не будет семья, дети, и они будут каждый вечер сидеть под пледом, пить чай, а он подразумевает встречи раз в месяц. И у всех будущее это светлое и прекрасное, просто каждый находится в какой-то своей иллюзии. А все потому, что недостаточно была собрана информация о том, что такое светлое и что такое прекрасное. Вот такие на сегодня уловки, которые я вам рассказала, и как обычно, как ими пользоваться, лежит только на ваше усмотрение. То есть, сами выбирайте, или вы будете использовать их в своей жизни, или вам это поможет как-то защититься от других людей. В общем, на сегодня у меня все. Всех люблю, целую. Пока-пока.